Рождество на хоккейном поле отпраздновали игроки четырех сборных команд. На домашнем ледовом катке традиционно принимал гостей Крымский изумруд. Команды из Анапы, Новороссийска и Станицы Петровской Славинского района сражались за призовые места. Приветствовал хоккеистов глава Крымского района Анатолий Разумеев. Приподнятое настроение в преддверии самого светлого праздника по зимнему теплая и снежная погода располагали к многочасовым ледовым баталиям. Это отметили и игроки, и гости соревнований. Я вчера завел будильник в 6 утра, чтобы сегодня не опоздать на хоккей, потому что я очень ждал этого дня и хотел очень посмотреть, кто выиграет. В первом матче крымская команда изумруд встретилась с петровскими охотниками. По результатам игр лидировали крымчане. Напряженная игра, но благодаря Разумееву, который забил две шайбы, молодец, хорошо играет наш глава. Те спортивные баталии, которые мы видим, вселяют в нас уверенность, что каток крайне необходим для наших жителей. И масса болельщиков, которые пришли поболеть за нашу команду изумруд, все мы ей желаем настоящей победы. В следующих матчах анапчане встретились с новороссийским штормом. Сопротивление команд и спортивный азарт все больше приковывали внимание зрителей и болельщиков к рождественским баталиям. А в игроках разжигали огонь и стремление к победе. Сергей Томов – уроженец карагандинского хоккея. Своими победами прославился в советские годы. Он входил в состав команды «Автомобилист», а ныне выступает за анапчан. На крымском ледовом поле известный хоккеист играет впервые. Я попал в детство, я вырос на открытом льду и попал сюда просто-напросто 40 лет назад. Попал в детство, получаю неписуемое удовольствие. Спасибо организаторам, все отлично. Еще один не менее именитый хоккеист из анапской команды – Михаил Чернов. В прошлом игрок континентальной хоккейной лиги и дважды чемпион страны. Назвал крымское ледовое поле под открытым небом диковинкой. Коробка, ворота, лед, лед довольно-таки хороший для такого температурного режима. Все хорошо. Такие турниры нужно как бы почаще проводить, чтобы популяризация хоккея была. Не только как бы там в Сибири, в Дальнем Востоке, там на Урале, но и в Южной регионе. Здесь хоккей любят, интересуются. И ведь действительно среди подрастающей южной молодежи этот зимний вид спорта становится все более популярным. Крымская детвора на протяжении всего года ждет каток и мечтает научиться держаться на льду не хуже легендарных спортсменов. Когда этот каток еще строили, я каждый день сюда ходил, смотрел, когда его побыстрее построят, чтобы покататься. Грузаки у меня всегда с собой коньки, чтобы в любое время я мог покататься на хоккейном поле. Я, наверное, учусь у этих хоккеистов опыту, чтобы в дальнейшем стать таким же хоккеистом. Первые пары игр определили команды, кто будет соревноваться за первое и третье места. В результате напряженного матча между Петровскими Охотниками и Новороссийским Штормом победила команда города-героя. За первое место в трех матчах достойно сражались Крымский Зумруд и сборная Анапы. Игра между сильными соперниками закончилась со счетом 12-20. Призерам вручили кубки и грамоты. Традиционно церемонию награждения начали с бронзовых призеров. Поздравляем! Второе место занимает наша родная! Мы сегодня видим, что от матча, не просто от турнира к турниру, а от матча к матча мастерство наших ребят растет. Это здорово. И сегодня уже хоккей для Крымского района это не новинка, это не изюминка, это уже практически традиционный вид спорта. Крымское ледовое поле набирает все большую популярность и среди любителей хоккея, и среди поклонников фигурного катания, где любой желающий может освоить самые сложные композиции. И пока южная погода этому способствует, стоит не откладывая на потом, одеться потеплее, собрать веселую компанию и отправиться туда, где царит атмосфера радости и веселья, навстречу самому зимнему виду спорта. Юлия Алберова, Иван Федосеев, телерадиокомпания «Крымский экран». Юлия Алберова, Инграя Т.